небольшие участки виппинга всего лишь по пять соток вот на пять соток они умудряются большие домики впихивать не очень я доволен этой идеей я считаю маленькие участки нажимать с маленькими домиками ну вот мало то что они впихнули в принципе еще довольно дорогой дом поставили вот что там видеофон вот это огромная двойная входная дверь и нашпиговали что-то вроде арабского ремонта много кристаллов много как плитка принципе она не очень дорогая на кассет под мрамор плитка как по-русски называется керамогранит здесь у нас гранитные столешницы а вот для такого дорогого дома могли бы они все-таки кухню сделать из натурального дерева там я вижу дсп и не самого высокого качества сейчас я подойду поближе пощупаю а вот это что это тоже какая-то хрень типа ламинат ламинированный какой-то так зал я такой нет это не золотая у нас гостиная извиняюсь столовая вот из кухни прям сюда передаете ваши полы здесь у нас один балкон или второй балкон вечером она удобно открыл два балкона и уже не чувствуешь себя не чувствуешь себя зажатым так немножко мы вниз опускаемся чтобы попасть саму гостиной гостиной по простору опять арабский шик у нас тут наверху люстра все бы неплохо только почему-то дневной свет белый что не есть хороша вот это какое-то странное странная у нас такая тайничок не знаю что там дело там рассадник для комаров вот они решили сделать как-то такие полочки добавить ладно из плюсов давайте не застроить на негативе из плюсов здесь москитной сетки открыл сидишь ветер идет комаров нет я так понимаю это большое то что это данная для для телевизора да то есть большую плазменную панель туда можно вешать и какая там сейчас уже не плазменная led lsd как вам угодно здесь терраса продана без крыши без навеса вот что-то вроде небольшой такой пергола сверху можно позже сделать добавить каких-то парусов и так понимаю вот еще один то есть два балкончика ладно посмотрим что еще у нас есть до 5 я вижу дсп не одобряю не одобряю так что у нас здесь нержавеющая сталь на ощупь китайского производства и небольшой толщины ну да ладно бог с вами так здесь типа модно типа модно я уже несколько раз архитектором здесь местным говорил что большой холодильник они всегда берут почему-то на него 60 сантиметров а хорошие холодильники вот такие двойные они надо запас брать 72 сантиметра иначе у вас так будет торчать вот так по-дурацки кусок так ладно так я хотел даже дсп да это дсп с пленкой то есть это но нише пилотаж сверху они а зато сделали такой бордюр из настоящего дерева правда его даже не покрасили почему-то неплохо обработали ладно здесь у нас вот такие недорогая недорогая электроника электрика более-менее ладно это вещь все двигается но этому придет хана довольно быстро так здесь у нас двери с чего как это на дверь крашена ладно дальше смотрю я это выход сзади можно вернуться в ставку то так вот такая комната а здесь поставят такой душ душевую кабину ну ладно здесь это что на ее мое опять за свое опять это ламинированный дсп даже ванная но на него же будет брызгать вода дальше гранита не жалеют так много еще дать порогов почему-то здесь в ванну подняться на есть порог лучше наоборот из ванной порог чтобы вода что не вышла в таком ладно так здесь у нас такой же большие большие шкафы большие шкафы ну принципе много окон это положительно и тоже москитной сетки это спальня с этой спальне чтобы сделать свои дела нужно вот выходить туда в этот туалет и давайте посмотрим здесь у нас кривизна оригинально зато не соскучишься кто не понял расстояние вот здесь и расстояние вот здесь это две большие разницы ну ладно так выключаем идем дальше поднимемся наверх золотые прожилки на керамограните ну на вкус и цвет как говорится товарища нет и это точно не вот здесь какой-то охламон уже ударил стекло трещина пошла опять смотрю много не закупили вот это много было лишнего вот этого дсп они везде тут используют и для подоконников и рамки для каких-то а-ля картин вентиляторы это маленькие но шустрые я так прямо это вторая гостиная здесь вот там вешаешь телевизор я в мамбасе встречал часто у нашей арабской части населения почему-то тенденция повесить телевизор повыше и потом здесь сидишь и фастингелем шею свою мажешь ну ничего зато красиво почему-то у меня ощущение такое от этой сеть керамогранит этого потом лет 15 идет на складе лежал где такое можно найти я думал так уже не продается балконов полно а вот это что здесь я такое у нас будут кровать стоять и над кровати можно еще залезть туда такой порожек и что там сзади на напитки поставить секс игрушки разложить кому что нравится в этом доме не затаскуешь еще из минусов дома соседи очень близкая про участок сказал да в самом начале но не устану повторять все-таки когда дорогой дом вот так прям в упор каждый сосед рядом и это не какие-то недорогие дома весьма сколько здесь мы говорим о 300 350 тысяч долларов американских в принципе не самые маленькие деньги я бы не хотел соседи видеть вот еще такой мелочи неприятно постоянно строители когда строят используют розетку с таким круглым отверстием все кондиционеры продаются с обычной вилкой и приходится вот эту розетку потом выковыривать вставлять обычную либо на кондиционеры менять вилку так это уже много лет и никакого прогресса нет так что у нас здесь ну опять у нас эти рамочки от них никуда не денешься единственное почему-то они здесь немного другого цвета потемней неужели я ошибаюсь это настоящее дерево не нет это не настоящий пластик ну ладно это хотя бы не дсп от воды не испортится вот я вижу это это ламинированный пластик под деревом ну черт с ним принципе пластик для мамбаса для побережья это не самое худшее потому что остальное все портится а вот конечно вот это дсп я противник этого потому что здесь наши местные дом работницы все это делал гайду ходит водой мокрыми тряпками все это начнет вздуваться вот кстати опять говоря качестве вот я вижу здесь вот уже железная маленькая штучка как ручка и вот на ней уже начинает ржаветь и отслаиваться а здесь почему-то щель у нас внизу вот у нас внизу впритык а наверху щель это так рукожопы все бы ничего единственно не нужно замахиваться на уильяма шекспира сделали бы ценник попроще дом чуть поменьше и тогда с таким уровнем можно так это у нас это прямо хозяйская спальня здесь вот пиво всегда под боком маленькая окошечко цвета мало так и я не совсем понял гардероб есть где зеркало к чему тут это окно если смотреться некуда ну можно конечно тут присобачить какой-то зеркало в эту рамку либо мы здесь даже тоже нелегко будет потому что здесь если выйти с этого гардероба здесь вот эти огромные не знаю как по-русски назвать бордюры или еще что-то вот такая выпуклости они не дадут вам зеркало повесить на на поэтому да тут его на землю тоже не поставишь то что эти двери перестанут открываться короче я вам продам а потом учитесь как хотите так туда я попасть не могу может там кто-то хозяин ноется еще вроде я все посмотрела есть еще еще есть лестница на крышу давайте поднимемся тут у нас возле крыши потолочек снижается если у кого-то высокий рост как у меня полностью дойти мы не можем а вот сейчас я тут у нас какой-то ведерко подпирается но я думаю сюда можно выйти здесь мило видно вот такой лерой мерлен такие ковры под натуральную газон траву и что опять плитка ладно я так понимаю изначально наверно хотели туда прям настоящей земли насыпать еще мы не знаем может поэтому придет хотя также туда хорошо и горшки встают да вот это конечно дело кроется в мелочах опять чтобы здесь пройти в ту сторону в ту часть крыши здесь надо опять удариться головой или не забыть пригнуться но мы обязательно мы обязательно прорвемся пригибаемся оба хочу просто надо таблетки пить когда еще классе в пятом шестом чтобы слишком высоко не вырасти тогда такой проблем у вас не будет но качествует большие тусовки можно организовывать потому что я смотрю скамейки скамейки приятные такие таласа смесь цемента с камнями полированная приятная и вот такая нас опещение хорошо вот участки вот такие небольшие даже видно он там давно не знаю для меня это прямо в упор там участок и машину поставить и все это думать сами участки небольшие в принципе я говорю они более гармонично смотрелись бы с небольшими более недорогими домами чуть-чуть океан виден но прямо издали тонкая полоска даже вы вряд ли заметили тонюсенькая полосочка там вдали для ветра это достаточно забыл на крышу на счету лет есть без душа но так отчет я и рукомойника не вижу странно почему рукомойник не сделали вот тут для ведра чтобы мыть и вот это все мусульманская расколка ну тут тоже такой технический а нормально в рукомойника то есть сходил ручки помыть и нет я бы тут надо чуть присобачить вот наш строитель в каске а мы где мы живем а мы вот где-то там прям по центру наверху мы живем сейчас давайте сразу все вопросы сейчас мы то живем там наверху а переезжаем и жить вот туда в тот поселок тоже там был наверху этот поселок который мы сейчас он чуть пониже находится